У меня компания, которая занимается производством смесей пряностей для мясоперерабатывающих комбинатов. Бизнес Натальи стремительно развивается, и она столкнулась с тем, что каждый из участков ее растущего предприятия, управление, производство и продажа требует разного подхода. Раньше компанию управляла я одна, и будь то производство, будь то финансовый отдел, будь то отдел продаж, везде участвовала я. На все возможные свои 100%, да, как-то я их делила. Но в силу того, что компания растет ежегодно, и я вкладываю в это усилия какие-то свои, я перестала контролировать процессы. У меня появился хаос на производстве, хаос в финансовом отделе, хаос в отделе продаж. Вот с чем я столкнулась. Я понимаю, что надо перейти к системе, но не понимаю, до конца как. Моя задача, она состоит из вот этих вот наших классических вопросов, которые мы должны рассмотреть. Когда мы говорим, что нам нужен руководитель производства, значит, очень важно задаться вопросом про это ходячее что. Значит, если вам кто-то абстрактно говорит, что нужны схемы, это звучит замечательно, но вопрос, что он должен сделать. Если он вам должен сделать производство, вам действительно нужно человека искать, который должен сделать производство. Если вам нужно ваше производство описать, да, и включить тактику этих постоянных микро улучшений, да, вот, это человек не тот, который создает, а это тот, который способен увидеть, что делается. И дальше уже формализовать просто для того, чтобы при увеличении штата можно было дополнительные, ну, как бы людей обучать быстро, да, чтобы можно было поставить какие-то системы, да. И это появляется как? Как появляется после что? Если вы говорите, что что это таблицы, то дальше как вы начинаете, вы встаете в тупик на человеке, который знает, как это делается. Угу, да. Вот. Если же вы сначала решаете вопрос про что, то есть вы думаете, что он должен сделать, то дальше, ну, ситуация решается сама собой, потому что вы не строите космолет. У вас есть компания, которая уже хорошо работает. Проблема состоит в том, что она переживает фазу своей трансформации, при которой необходимо ее, такую, какая она есть, так сказать, поддержать и дать каждому направлению сейчас самостоятельную жизнь, да. Значит, то же самое касается отдела маркетинга, да. Сейчас у вас там что нужно было решать, когда вы выбирали этого специалиста на руководящую должность? Ну, очень много вопросов. Дебиторская работа с дебиторкой, рост продаж. Так, ну, вот что главное? Что вот было для вас? Зачем вам был нужен этот человек? Чтобы компания росла, чтобы мы больше продавали. Так, это так вот пока... Зачем? Вот это больше про зачем? Зачем он нам нужен? Ну, чтобы больше продавали. А вот что он должен был сделать? Руководить ими. Вот. То есть надо было найти человека, да, который сможет всю эту социальную игру ваших девушек, продающих все это, взять, так сказать, свои руки, так сказать, намотать на этом. И вот это его главный функционал, как он бы эти социальные связи смог бы натянуть на себя для того, чтобы вы получили ваше зачем. То есть мысль должна развиваться из того, что вы хотите сделать сначала. Если вы понимаете, что у вас пять девиц под окном сидят, и одна с другой не могут договориться, менеджеры по продажам вот эти, и, значит, устраивают черт знает что вам, этот транспорт ходит с этим, косынкой, хороводы вводят, значит, вам нужна кто? Директриса, которых эти, знаете, хоровод этот, так сказать, организует и начнет ими дирижировать, да. Всегда нужно ставить вопрос, что за задачу вы решаете на входе. Тогда вот это как уже компетенция человека. Продолжение следует...